Поразительно вообще, да, что у нас творится. Грабят уже не миллионами, уже миллиардами, триллионами. Посмотрите вот этот СМС на этого наглого министра здравоохранения. Он же ничего не боится абсолютно. Если при Назарбаеве потихоньку крали, сейчас в наглую грабят. Куда-то Кая смотрит, это вообще непонятно, где он находится. У него там какой-то свой новый мир. К нам он вообще отношения не имеет. Люди в Англию едут радостно зарабатывают. Да это Англия к нам должна приезжать, яблоки здесь у нас собирать. Это все сделано на наши деньги. Золото тоннами вывозится туда, миллионами. Национальный резерв вообще разворован уже на нет. Ничего нету, вы что-нибудь вообще на себя ощущаете? Лично я нет. Мы ни пособия, ни хрена, ничего лучше не стало. Специально для самого высокого чина нашей стране посвящаю вот эти срочки. Что же ты творишь, безумец? Как ты в лапы к ним попал? У моей страны чудесной все надежды отобрал. Только смотрим робким взглядом, как народ ты предаешь. За бесценок этим гадам недра Родины сдаешь. Посмотри, что ты наделал. Бұкель елды кайгыртып, жырмыз, жетым, шекарада, Англияда кангырып, шанрақты тастап кеттік, бөтін жерге көз салып. Хамал жоқ, соганда көнде. Ндеми карахалак. Эй, в своем витаешь мире, да плевать тебе на все. Останчанин, нурсултанец, флюгер мнение твое. Из-за нас ты не радеешь и не знаешь наших бед. Ты, народ, не защищаешь. Как же так? Дай нам ответ. Сам перед собой красуясь, выдумал ты новый мир. Сам себе ты выдвиженец, свой же собственный кумир. Вот такие вот строки, уважаемые подписчики и люди, которые просто увидели мое видео. Я повторяю еще раз. Все должно быть в нашей стране. Все, у нас сейчас вообще ничего нет. Поэтому прекращайте писать мне, что мы хорошо живем. Это не так. Какой-то процент живет хорошо, но какой-то небольшой процент. Прекращайте мне это писать. И, кстати, для женщины, которая написала мне, что я сижу вся в золоте и открываю рот. Вот, пожалуйста, вот эта сережка, да, это медицинское золото, это дешевая бижутерия. Она стоит, наверное, тысячи полторы, где-то так. Это подарила мне подруга ей, потому что вот колечко на пальчик не налезло. И она отдала мне. Понимаете? Я такой же простой человек. У меня точно так же абсолютно ничего нет. Я вон сижу каждый день, боюсь, что мне свет отключат. Трехсуетесь, потому что боюсь вернуться однажды домой, а оказаться, что дома света не будет. Поэтому не нужно писать этих слов, люди. Сейчас о другом нужно думать. Кстати, писала на казахском. Попыталась. Надеюсь, получилось. Кто может, собираю на сборник. Помогайте. Есть. Есть.